Стройка Крымского моста перешагнула очередной годовой рубеж. В феврале 2016 года началось погружение первых свай. Строительно-монтажные работы развернулись на морских и сухопутных участках, сразу после получения проектом положительного заключения главгазэкспертизы. Спустя два года, к февралю 2018 года построены конструктивы автодорожной части моста, погружены сваи, сформированы опоры, установлены пролетные строения. До декабря сдачи объекта по графику, строителям надо завершить асфальтирование дороги, и обустроить проезжую часть. Более чем наполовину выполнены работы, по ключевым элементам железнодорожной части сооружения. Погружено 95% свай, сформировано 190, из 307 опор, собрано более 40 тысяч, из 160 тысяч тонн, металлоконструкции пролетных строений. В текущем году моста отряд активно осваивает морские участки, строительство железной дороги, на одном из них уже выполняется надвижка пролетов над акваторией. Самые сложные технологические операции, большой стройки пришлись на 2017 год. Строители соединили берега Тамани, и Керчи, автомобильными пролетами, возвели у фарватера, две большие опоры высотой 35 метров, на которые установили судоходные арки. Морская операция по транспортировке, и подъему на проектную высоту габаритных конструкций, в условиях стала первой в практике отечественного мостостроения. Люди главная ценность, и гордость проекта Крымского моста. Еще в самом начале проекта, когда стало понятно, что сроки сжатые, природные условия сложные, а требования к качеству работ жесткие, уже тогда было ясно, что безнадежной команды такой проект не осилить. И это команда, в которой более 13 тысяч человек, была собрана. Команда работает круглосуточно, в любую погоду. Здесь все и понимают, как ждут этот мост на двух берегах пролива, рассказал заместитель гендиректора, по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Этапы двух лет работы, в Керченском проливе представлены в Альманахе, Крымский мост. Хроника строительства 2016-2018. Это более 150 страниц текста с цифрами и фактами, цитатами участников проекта, проиллюстрированные фотографиями. Материалы расположены в хронологическом порядке, что позволяет проследить, как развивалась большая стройка. Альманах в двух частях опубликован на сайте Крымского моста и доступен для скачивания по ссылкам. Ссылки в описании. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал. Оставляйте комментарии, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok